Биография его очень интересна тем, как Бог готовил его к его служению. Во-первых, он родился в крестьянской семье. Это впоследствии сделает его народным лидером. То есть он не принадлежал к элите общества. Народный язык, простота, сила его выражений – это всё такое, сделает его народным лидером, близость к народу. Семья была среднего достатка, потому что отец крестьянин в это время как раз пытался стать мелким собственником в угольной промышленности. Сначала добывал он уголь, потом он какой-то бизнес свой сделал. Во всяком случае у него был известный достаток. Но выходцы из крестьян и мать, и отец имели очень взгляд такой, можно назвать его даже скаридностью, экономией, вниманием к тому, кто сколько съел, кто чего взял. Лютер несколько раз его наказывали очень жестоко за то, что он там что-то взял, что-то съел, что не было положено. Наказания были очень жестокие, потому что всё, что считалось грехом, считалось, ведёт к смерти. И чтобы ребёнок жил, надо его наказывать было смертельным образом, чтобы он не умер. Поэтому вот такое суровое воспитание, оно впоследствии тоже будет иметь свои последствия. Он очень серьёзно относился к греху. И он очень боялся греха. Он очень боялся Бога. Он был очень богобоязнный человек. Это приведёт его даже в монастырь. Это связано с таким вот воспитанием. Я покажу портреты его родителей. На портретах всё написано. Пожалуйста. Вот мать. Отец его. Я хочу сказать, что Лютер до конца жизни своего отца, он трепетал перед ним, очень уважал его, очень любил его и заботился о нём. То есть на нём сбылось это, естественно, как-то, что если отец... Отец будет утешен в старости, если он наказывал сына с юности. Он будет утешен им в старости. Вы знаете, что там как-то в истории очень мало говорится. Не указано. Ну, и Сашу был старшим. Да. То были ещё дети, но то ли там не было значимых таких отношений. У него в детстве было счастливое место. Это Эзенах. Это дом семьи. Да, родственница, отдалённая родственница. Урсулы. Гатта, да, где жил Лютер в 98-м. Это начальное, духовное его, так сказать, образование получено было здесь. Это была средняя школа. Он учил в средней школе далеко от дома и жил какое-то время в этой семье. Доброта семьи. Это был его дом вдали дома. Хозяйку поразила христианская убеждённость мальчика. У нас есть отзывы такие. Христианская убеждённость мальчика. У него были эти христианские убеждения. Это следующий этап его жизни. Он учился в университете в Магдеборге. И он закончил этот университет. Мы посмотрим фильм. Там он книги отдаёт в библиотеку. Всё, больше не надо. Образование закончено. В 1505 году. Но именно в этом 505 году он вступит в Эрфурте в монастырь. Станет монахом в 1506 году в этом Эрфуртском университете. После окончания его. Монастырь и церковь были связаны. Вы помните, что первые учебные заведения образовывались в церквах. После получения степени магистра отец подарил полный комплект книг по правоведению. То есть отец хотел, чтобы он был юристом. И помогал ему в его бизнесе. Ему нужен был юрист. Но тут произошло событие. Молния, гроза ударила. Рядом дерево упало. В общем, Лютер понял, что его жизнь на волоске. Что он в любой момент может умереть. И вот этот страх, который у него всегда жил, погнал его в монастырь. Решение было принято под воздействием страха, коренящегося глубоко в его сознании из детских лет. В то время же и церкви убеждали, что спасение только может быть в монастыре. Да, это учение церкви было. И вот через год в 507-м он был пострижен. Он пошел в этот монастырь. В фильме вы увидите, как он старался заработать спасение. Он занимался физическим трудом. Он сам мыл полы, скреб полы. Полы тогда не мыли, а скребли они были. Надо было отскребать их. Затем он собирал милостыню для смирения, для унижения. Он ходил и просил подаяния. Суму вешал на шею. Он изнурял себя постом. Он усмирял свое тело. Бичеванием занимался. Он ночи не спал, бодрствовал. И он подолгу исповедовался. По шесть часов исповедь была. Возвратившись в келью, он вспоминал какой-то еще грех и бегом бежал в ужасе, что он забыл его. Мало того, что грех сделал, да еще забыл этот грех. То есть он написал, что об этих временах он написал 20 лет страдания. Я мучился 20 лет, говорит он. Наверное, я был самым несчастным человеком на земле. Он 20 лет планом был. Так, да. И вы понимаете ли, что он мучился от неразрешимости проблемой. Что он искал? Лютер меньше всего думал быть реформатором, лидером нации. Он просто хотел найти милостивого Бога. Он хотел найти любящего Бога, милостивого Бога. И церковь такого Бога не предлагала. Она предлагала заслуги перед Богом. Она предлагала совершенную жизнь в монастыре, который тебя приведет к Богу. Но он взял именно монастырь, чтобы вот самый такой надежный путь. Но и это его тоже не приводило к Богу. Но Бог послал ему Штаупеца. Это был настоятель этого монастыря, целого ряда монастырей, в том числе и этого. Штаупец сказал ему, Мартин, ты истинный грешник, ненамалеванный, настоящий. И тебе нужен ненамалеванный Христос Спаситель, а настоящий Спаситель. Читать Евангелие. И вот Лютер начал читать Евангелие, а этот Штаупец, чтобы гарантировать, что он здорово читает, вникает во всё, он предложил его кандидатуру, как человек образован, он уже кончил университет, для роли профессора в новооткрытом университете Виттемберге. Этот университет находился в ведении Фридриха Мудерова, князя этой области, и было его гордостью, что он создал университет. И гордостью университета скоро станет Мартин Лютер. Они станут большими друзьями. Друзьями они станут в связи с каким событием. Я очень всегда большим интересом нахожу такие человеческие документы. Не зная, кто они есть, не зная ещё друг друга, они однажды остановились в одной гостинице. Через стенку Фридриха Мудера слышал, как Лютер поёт. Лютер любил петь. Он в церкви потом лютеранское пение ввёл. И он очень любил петь. И Фридриха Мудера очень понравилось его пение. И, собственно, они встретились, и он восхитился его голосом и пением. Очень понравились они друг другу. И Фридрих охотно имел у себя преподавателем в университете. Потом он сделал его, приблизил его. Фридрих имел свою гордость. У него была большая коллекция. Он был богатый человек. Он собрал очень большую коллекцию священных предметов. Кусочек от креста, кусочек от гвоздя. Как они называются? Священные предметы. Специальные слова есть. Фетиш – это так мы называемо. А это были различные реликвии. И он назначил его смотрителем над этими реликвиями. И лютер исполнял эту должность, пока Господь не найдёт его. Потом он откажется от этого. Высокооплачиваемой, почётной должности. И он оставит её, откажется. Потому что это будет уже больше его убеждений. И вот Шталпис его провёл, чтобы он был преподавателем в университете. И тот стал читать лекции студентам. Лекции по нравственной философии. Лекции в русле этой самой новой жизни, Виа Модерна. И начал он читать лекции посланием римлянам, галатам, евреям. И это было его богословие такое. То есть завет Бога с людьми в том, что Бог обязан спасать каждого, кто верит и крещён, и старается. И Бог обязан. Вы поняли? Это Виа Модерна. Спасать. Он обязан спасать каждого, кто верит, кто крещён и кто старается. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чём молиться и как пожертвовать, Вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok